Еще один памятник появился в Наринмаре. Это статуя первого самодержца Руси Иоанна Третьего, который в ходе своего правления провел объединение значительной части русских земель вокруг Москвы. При нем было достигнуто окончательное освобождение страны из-под власти ордынских ханов. Принят судебник, свод законов государства. Почему именно этому царю решили поставить памятник и кто сделал такой царский подарок в материале Любови Пермяковой? Освещается памятник сей великому князю Иоанну Третьему Московскому и всея Руси. Бронзовый царь весом с 3,5 тонны и высотой 3,5 метра был изготовлен в Москве. Три года назад такой подарок за успешную реализацию проекта «Русская Арктика» нашему округу решил сделать патриарх всея Руси Кирилл. Историческую личность Иоанна Третьего выбрали не случайно. Именно он основал первый заполярный русский город Пустозерц. По указу царя в 1499 году в Югорскую землю на Печору прибыли князья – Семен Курбский, Петр Ушаты и Василий Гаврилов-Бражник. Вместе с ними 4 тысячи человек. Целью их похода было закрепить за московским государством далекие северные земли, зарубив укрепленный городок. В 16-18 веках Пустозерц являлся не только военной крепостью, но и административным, культурным и промысловым центром Печорского края. Когда мы храним эту память, когда мы живем по заветам наших благочестивых предков, земля благоукрашается. Дай Бог, чтобы хранителем этой памяти, этого благочестия, этой благодати, этой милости был наш христолюбивый православный народ. Православного народа на открытии собралось немало. Это представители власти, культуры, службы МЧС, полиции, прокуратуры и детские общественные организации. Мы же, мы педагоги, призванные, чтобы действительно наши дети не были и ванными, не помнящими родства. И ни для кого я аксиому скажу, и владыка об этом говорил, что память – это та основа будущего. Если наши дети будут знать историю, то это та платформа, которой Русь произрастает. Святая Русь. Когда владыка пригласил нас на открытие памятника, монарху, который, в общем-то, отправил сюда, да, 2000 стрельцов для того, чтобы зарубить городок, пустозер, для того, чтобы определить границы здесь государства российского, мы посчитали возможным прийти, поучаствовать в этом. Установка памятника вызвала жаркие споры. Культурное и общественное сообщество долго обсуждало, нужна ли статуя Ненецкому округу и куда ее можно поставить. В итоге по царскому вопросу вынесли общее мнение. Иоанн III округу нужен. Теперь высокий в царском одеянии, со скипетром и державой он украшает территорию Богоявленского собора.